Привет, дорогие мои! С вами Воблер, это у нас Зиг Зомби в городе, и мы сегодня вместе с вами продолжим выживать в зомби-апокалипсисе. Но перед тем, как мы начнём, я хочу рассказать свои впечатления об фильме Мстители Война Бесконечности. Сегодня у нас состоялся релиз, я только что только приехал из кинотеатра, фильм реально бомба! Я знаю, что в России вроде бы премьера 3 мая. Хочу сказать, что обязательно туда пойдите. Это самый крутой и самый грандиозный фильм этого года. Круче него реально не было до и не будет после. В этом году точно не будет. Фильм просто офигенный. Я вам сейчас расскажу в пару словах о нём, но как-то постараюсь сказать так, чтобы сильно не насполерить. Короче, Танус очень мощный. Настолько мощный, что, ну, недаром против него собрались все, скажем, Мстители, все супергерои вселенной Мары. Даже у Таноса есть свои, скажем, прислужники. Ну, не обычные пешки, а более-таки высокие. Даже они мощнее, чем некоторые Мстители. Короче, жёсткий фильм. Офигенный. Много спецэффектов, много боёвки. Реально он смешной. В некоторых моментах просто зал сидел, заливался так сильно, что, ну, реально, таких смехов даже не было на каких-то комедиях, на которые я ходил. Это раз. Во-вторых, хочу сказать, что будут умирать эти супергерои просто как тараканы. В начале фильма, в середине, в конце. Недаром их так много, да, этих супергероев собралось. Понятно по логике вещей, что кто-то там должен умереть, но умирать будут многие. Как бы ещё так поделиться. Короче, фильм реально бомба. Я ходил на 3D. А ещё один мой совет. Если вы пойдёте в кинотеатр, и только фильм закончится, начнутся субтитры, обязательно не уходите. Сидите до конца и ждите. Там в конце будут ещё дополнительные сцены. К сожалению, я их не успел посмотреть. Да откуда же я знал, что там будет ещё что-то? Я начал выходить, как и половина кинотеатра. Остальные стали сидеть. И тут уже при выходе мне сказали, что будет дополнительная сцена какая-то. Посидите, типа, можете вернуться посмотреть. Но так как моя девушка опаздывала уже к стоматологу... Зачем было записываться день к стоматологу? Ну да ладно. Мы не вернулись и не посмотрели, что там будет за сцена. Но Танус очень мощный чувак. Реально, он офигенный. Даже несмотря на то, что он плохой, у меня к нему огромная симпатия. Даже все, какие были плохие персонажи за Тануса, которые... Ну понятно, что их там завалили, это само собой, да? То есть всё равно они были реально офигенные. То есть было за ними офигенно наблюдать. Ну что бы ещё сказать? Короче, Мстители будут много умирать. Фильм офигенный. Обязательно идите и билеты покупайте заранее. Потому что я билет брал за неделю. И сегодня зал был полностью забит. А на вечерние сеансы, так там ещё сильнее забито. Ну да ладно, с вами был Воблер. Да, хотели попрощаться. Нет. Мы продолжаем играть в зомбарей. Так, нажимаем режим. История. И что мы тут видим? На крыше мы были. Вот у нас сейчас бандиты. Какая-то сценка с бандитами. Мы сейчас пойдём. Ну, допустим, это Танос, который ищет эти камни бесконечности. Да? Ну, Танос огонь. Танос огонь. И конец. Конец фильма очень неожиданный. Вообще. Короче, конец фильма. Блин. Ну реально хочется поведать, насколько фильм офигенный. Но не хочется спойлерить. Сходите обязательно. Вот вы должны пойти. Я приказываю, вы должны пойти. Фильм просто бомба. Фух. Стартуем. Поехали. Зик-зик-зик. Посмотрим, что мы будем делать на этом уровне. Так. Ага. Как вы помните, в прошлый раз мы тут вот закончили. Здесь очень много оружия. Как мы его можем подбирать, я не знаю. А, здесь мы можем. Снайперку. Даже калаш есть. Эмочка, смотри. Воу-воу. Сколько у нас может быть патронов? Так. Фух. Не пугайте меня. А, подожди. То есть я, получается, дедушка, который сидел на крыше. Да, вот он. Пират с повязкой. Сколько у него вообще оружия? Давайте глянем, что у него по оружию. Так. 190 патронов М-очка. 190 патронов калаш. Ага. То есть у него револьверов нету. Хорошо. Давайте мы переключимся сейчас на вот этого парнишку. И что у него? А у него только топорик. Хорошо. А если мы за него сейчас тоже возьмем какое-то оружие? А что, будет больше оружия, согласитесь? Реально круче. Чтобы у каждого персонажа было оружие. Допустим, у этого будут вот патроны, да? Пистолет. Мы сможем переключаться между ними. А может девушке тоже что-то взять? Так, дробовичок. Давайте глянем, что у нас. Пистолет, револьвер, пила. Ага. Кстати, ну, я не знаю просто сколько может быть оружия у каждого персонажа. Давайте мы выберем снова дедулю. Сейчас мы играем за дедулю. Все-таки у него эмочка и калаш. А мне кажется, что эмочка решает. Так, гранаты есть. Давай возьмем дробовик. Я смогу себе взять? Так. Ага. Калаш. Дробовик берется, да. То есть оружие все берется. Снайперки у нас нету. Ого, ого, патронов. Дедуля вообще заряжены. Короче, я буду играть за дедулю. У него и все. А, дедуля может все подбирать. И револьверы. Короче, можно было все собирать одним персонажем. Что-то там мигает. Смотрите, сколько оружия. Ну, мы же, как вы помните, в прошлой серии зашли сюда и спрашиваем у дедули. Дедушка, у тебя есть оружие? Он говорит, конечно, есть. Так, грена есть. Калаш. У калаша больше всего патронов. Значит, идем с калашом. Вперед. В атаку. За мной, бойцы. Также я купил собаку, как вы помните, в прошлый раз. За 15 рублей. Собака 15-рублевая. Ко мне. Это самое... Я вот честно. Донатил я в разные игры. Разные суммы. Но это самый смешной донат, который я только делал. 15 рублей за собаку. И это верный друг. Как в Элдое. Хе-хе-хе-хе. Верный друг. Друг ко мне. За 15 рублей. О. Что за звуки? Что за звуки? Не понял. А, это бандиты. Бандиты, бандиты. Я понял. Перезарядка. Противогази. Завалили. Тот с топором пошел. Чувак, у тебя же есть оружие. Почему ты идешь с топором? Я тебе зачем топор-то дал, дружище? Я бы туда, если честно, грену кинул бы. Смотри, какой у них грузовик с пулеметом. Может, мы даже сможем на этом грузовике ездить? Это босс? На. Что-то ты какой-то слабенький. На. О. Он жестко мочит. Может, все-таки пускать ботов вперед? Я бы, если честно, на такой грузовик залезть, но, к сожалению... Так, а что он... А, вот как мы можем. Прицел. Да. А тут меняем оружие. Окей. Вспоминаем. О, смотри, у калаша еще очень много патронов. Идем вперед. Стрелка. Кто? А, сбоку засада была. Не ожидал. Нежданчик, ребята. Реально нежданчик. Сзади, сзади кто-то рубит. Ого. А что вы по мне бьете? Смотри, они меня преследуют. Собак, кусай их, собака. Так, надо кого-то подлечить. Собака. Собаку-кусаку убили? Так, лечим. Да, кто-то писал воблер. Такая вот ситуация, когда ты присаживаешься. Откуда по мне стреляют? 62%. Они за машинами по бокам прячутся. Тут никого нету? Наш чувак зарубил его. Отлично. По-любому тут еще кто-то есть. Если честно, надо посмотреть, где у нас находятся аптечки. Потому что у меня 62%. Вроде бы как-то я осторожно играл. И все равно жизни нет. Вот аптечка, точно. Прямо возле скорой помощи. Или это пожарная? Пожарная машина. Пожарная машина. А, вот и дружище. Завалили. Кто еще? Я взял аптечку. Верный друг, ты живой? Все-таки свои 15 рублей отрабатывают. 15. Просто у него будет кликуха. 15 рублей. 15-р. Пятнашка. То есть, он будет пятнашка в атаку. Смотрим, что здесь. Ах, вы засаду устроили. Не трожь пятнашку. Также вы предлагали различные имена этим персонажам. Реально не крутые, ребята. Реально крутые. Я все пересчитал. Но пока не назовем. Дальше пишите. Дальше пишите имена для этих персонажей, которые со мной. Можете как-то дедулю назвать? Дед Матвей. Дед Матвей. Дедушка. Матвей. Что у нас тут? Так, у калаша заканчиваются патроны. Давай мы перейдем на эмочку все-таки. Что у нас с эмочкой? Револьвер. Круто. Можем, в принципе, с каждого по чуть-чуть стрелять. Давай с револьвера. Кто здесь? Никого нету? Здесь какие-то могилы? Что, зомбари нападут? Разлом. Мы завершили миссию. Просто отлично. Ух ты. В церкви. А, я теперь батюшка. Или кто? Я священник. Священник с дробовиком. Вау. Черт. Мини Узи. Ах вы грешники. Ах вы грешники. Уйдите отсюда. Вау. Это зомби. Я не знаю, что надо в этот момент говорить. Бог со мной. Уху. Ну что, ребята. Смотрите, как мы на Изи расправляемся. Это неверующе. Короче, ладно. Не будем эту тему поднимать. Все равно она смешная. Валим всех. Валим зомбятину. Слышите, зомбятиной запахло. Смотри, даже зомби в наушниках. Надо как-то бегать. Бегать туда-сюда. Так. Я проповедник. Стою такой. Слушайте микрофон. Раз, раз. Проверка связи. Проверка связи. Вы что, вы с другой церкви пришли? Даже зомбаря распяли. Вы посмотрите. С правой стороны зомбарь на кресте. Что за фигня? Вау. Ай-яй-яй-яй. Почему я не могу убежать? Или я не могу выходить отсюда? Спасите меня. Ву-ху. Валим зомбарей. Так, у меня жизнь есть. А, я походу на аптечку наступил ногой. Вот видите, такой стоит. То есть мы, получается, собираем свою шайку супергероев. Да. Погоди. Спасите. Хе-хе-хе-хе. Слышали? Опять бандиты. Какие бандиты, ребята? Это ж священник. Это ж я. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Вот черт. Похоже, мы опоздали. Хе-хе. Привет, путники. Сам господь. Хе-хе-хе. Что он вложил оружие мне в руки. Загрузка. Так, какое-то достижение сверху я не успел прочитать. Что-то божественное или как-то. Ладно, ребятки. Что хочу сказать. Миссию мы прошли. Батюшку мы освободили, точнее, священника. Вы посмотрите, какие крутые зомбари здесь распяты. Воу-воу-воу. Куда я бегу? Мы продолжим проходить уже в следующей серии. Следующая серия не за горами. Оставайтесь на канале и скоро увидимся. Обязательно сейчас зайдите в онлайн какой-то фильм и кинотеатр своего города и купите билеты на этот офигенский фильм. Реально он самый крутой. Ладно, все, что хотел, я сказал. Пока.